Да, добрый день. Сейчас в группе всплыла тема контрактов. Мне кажется, что тема контракта так или иначе затронула любого педагога, живущего в Америке, может быть, то же самое в Европе. Меня она коснулась совсем мало, потому что я попробовала, и она никак не пригодилась. Но обычно, да, приходят ученики, могут спросить, есть ли у вас контракт, на что вы отвечаете, да, есть или нет, нет. И я думаю, что, наверное, процентов 88 американцев, американских педагогов живут на контрактах. Про российский я не уверена, может быть, процентов 20, может, процентов 20. Лично мне он не пригодился, потому что я непропивная. То есть, что контракт, что не контракт. Если вы можете словами донести в вашей полосе лицо человека, то вам контракт не нужен. Наверняка будут моменты, когда он будет, ну, ученик, давить на вас. Если вы прогнетесь, то, конечно, ну, значит, нужен контракт. А если у вас как-то точка зрения не меняется в течение, там, года, то можно все словами договориться. Но почему я об эту тему заговорила? Потому что вот этот вот sexual harassment, как бы, касается нас, педагогов, да, мы же сидим близко, мы дотрагиваемся до плеча, до локтя, до кончика пальцев. Это все, по идее, может как-то превратно растолковаться. Но я преподаю здесь уже 23 год, и что-то я, как бы, лично никогда с таким не сталкивалась. У меня были мужчины взрослые и подростки, мальчики. Вот. Поэтому ничего не могу сказать. Но мне кажется, что, скорее всего, контракт нужен тем начинающим педагогам, которые просто не знают, как объединить студию под одной палосой. Если вы понимаете, что вы еще недостаточно крепкие, чтобы продолгнуть свой бизнес как единый организм, то вам нужен этот контракт. Потому что это опишет всем правила. У вас же в студии будут и индусы, и американские, и русские. У всех какие-то разные свои какие-то менталитеты. Держать их все в одном направлении можно только путем четких правил. Либо это веб-сайт, либо это контракт, либо это word of mouth. Но я предлагаю не подстраиваться ни под какие обстоятельства. Никакие. То есть из года в год ваши цены могут подниматься, либо оставаться. Но вы не можете давать скидки или какие-то там мейкапы, которые непонятно как работают. Вот. Поэтому мне кажется, мейкапы, этот контракт скорее даже нужен может быть начинающим, педагогам именно им самим скорее больше, чем учащимся. Вот. Ну, если даже вы сядете и напишите вот так вот контракт там Веры Федоровой, да, и будут правила, как делаются мейкапы, как, от чего строятся цены. Например, цены отталкиваются от вашего образования, от ваших концертов, от вашего экстра времени, которое вы тратите на проверку домашнего задания, да. От вашего, может, суплай, вы покупаете, может быть, там, чернила для принтера, постоянно, ну, копируете там где-то музыку. То есть вы можете вложить в это вашу цену очень много чего полезного, что вы делаете для учеников. Дальше вы можете, может, написать во время вашей болезни или моего отсутствия, там, как это все будет работать. Обычно, если выглядит это все компактно на одной странице, все цены за 15 минут, за 20 минут. Обычно бывает даже приходит вам дети, которые, ну, например, у меня такое часто бывает, приходит, например, ученик. Ему 6 лет. И мама говорит ученика, а вы берете младших учеников, я какого возраста, ну, например, 4 года. Я говорю, ну, приводите его с моим учеником, я с ним занимаюсь 15 минут. Вот эти 15 минут должны быть расписаны, сколько они стоят. То есть вы должны приводить ей бесплатно, я посмотрю на него, нет. 15 минут стоит столько, да. 20 минут он посидел, хорошо, 20 минут столько. Они потому спрашивают, а сколько был урок, я говорю, 20 минут, все, платим, сколько там. Вот, то есть расписать, сколько стоит ваша минута, да. Вот, опять же, перехлестывание через час, потому что очень многие ученики остаются час и еще там 10 минут. Сколько это стоит? Час 15 минут, сколько это стоит? Ничего страшного, ничего, как бы, нереального нет. Потому что мы все приходим в магазин и покупаем, не знаю, там, килограмм картошки. Если там немножко больше, никто не будет говорить, а, идите. Килограмм больше, плюс сколько? Плюс 200 грамм, платите столько, да. То есть это жизнь, в которой мы живем. Вот. И всегда помните, что за это время, что вы работаете экстра, вы могли бы в это время, не знаю, провести со своим ребенком, со своим мужем. А, не знаю, там, кофе подпить. Понимаете? Самое главное, что у вас есть, это ваше время. И не надо его раскидывать, как это, одуванчик разлетается по полю. Я скажу почему. Потому что это не ценят. Вот пройдет год, пройдет два, пройдет три. Вы будете вкладываться в кого-то так вот экс-временем, да. А потом этот человек пойдет дальше и даже вам поздравительную открытку не пришлет на торжество. Но так это работает, что если человек не вкладывается деньгами, он не ценит это. Вот. А поэтому контракты, скорее говорю, помогут молодому педагогу выстроить свою как бы педагогическую политику более стройно. Потому что мы все, когда растет, мы начинаем как-то расширяться. И как-то начинается как-то непонятно, что там происходит. Лучше идти пряменько, прямо вперед. Поэтому посмотрите, у кого-то может быть на русском сайте, на украинском, на немецком, я не знаю, какие угодно сайты есть. И там наверняка можно или policy написать, или контракт для piano lessons. Что-нибудь да выйдет. И вы попытаетесь highlight то, что вам нравится, взять другой контракт. Опять highlight то, что вам нравится. В этом может быть и цена вам нравится. Или как это оформлено. Или какая-то новая идея, о которой вы вообще даже не думали, но она поможет вашему бизнесу. Понимаете? С миру по нитке до голому рубаха. Вы думаете, я начинала так, приехала и раскрыла ноты фейбра и ко мне пришли. Первое, что вы делаете, вы приземляетесь вниз и низко. И смотрите, что происходит на вашем поле. Вот где вы живете. В Воронеже, в Франкфурд-на-Майне, Сидми. И что происходит в этой территории. Есть ли педагоги к ученикам? Либо ученики к педагогам. Либо и то, и то. Либо онлайн только. Понимаете? Тут столько всего заморочек. И когда вы приходите сами в новый коллектив, вы должны тут же plan in. Как бы, если там везде все черные, там овцы. Встать черные овцы. Если все там оранжевые петухи. Станьте оранжевым петухом. Вы должны понять эту систему сначала. Как она работает. А потом, в этой системе это вы окремнете. Вы скажете, а я другой. И когда вы в системе окремнете них стоите другим, то к вам пойдут люди потому что вы такие же все, но вы другая. И в этом ваша фишка. Что вы такая-же, как все, но вы другая. И не то, что вы вообще другая. И именно, что вы понимаете как все эти правила работать, вы понимаете можете, как быть как все. Но при этом у вас есть какая-то изюминка. Вот. Так что начните с проработки вот этих ваших домашних заданий, посмотрите, что пишут лучшие педагоги в вашей эре. Возьмите не только в вашей эре, возьмите прилегающие места, посмотрите вообще столицы ваших городов, что там вообще педагоги пишут. Потому что, может быть, на окраинах педагоги особо не стараются, а в столице нужно выживать и темпераментные люди работают. Вот там, наверное, они пишут ярче, как-то продают себе более продуктивно. Поэтому я бы взяла, копала, пока не нашла самых дорогих педагогов, что они там пишут, как они выстраивают линию поведения. Посмотрите, как ученики могут низко пролезть через правила, чтобы по-прежнему быть этим педагогом. Одно дело, ты учишься там за 30 долларов в час и приходишь там, не знаю, 4 раза в неделю и все, и неважно. А другое дело, там правила, правила, правила. И ученики все это, как бы сказать, вынуждены этому соглашаться, подписываются, потому что не хотят этого педагога, понимаете? Вы посмотрите, как много может быть правил, и все равно это будет работать, понимаете? Это тоже очень интересно.